Народные промыслы России 2022 год объявлен в нашей стране годом народного искусства и нематериального культурного наследия народа. Народное искусство – это то, что делает нашу культуру богатой и неповторимой. Расписные предметы, игрушки и изделия из ткани увозят с собой иностранные туристы в память о нашей стране. Почти каждый уголок России имеет собственный вид рукоделия, и в нашем цикле «Миниатюр» мы представим самые яркие и известные из них. История вторая. Хохлома. Хохломская роспись алых ягод россыпь, Отголоски лета в зелени травы, Рощи перелески, шелковые всплески, Солнечно-медовой золотой листвы. У красы точеный сарафан парчевый, По волнам узоров яхонты горят. Что за чародеи хохлому одели В этот несказанный праздничный наряд. Роспись хохломская, Песня колдовская, В тюрема светлицы просится сама. И на целом свете нет таких соцветий, С хохломой сравнится Только хохлома. На всю Россию известна декоративная хохломская роспись. Это один из традиционных народных промыслов Нижегородского края, Родиной которого считают поселок Ковернино. Хохломская роспись появилась в заволжских деревнях в 17 веке. Существует несколько теорий происхождения хохломской росписи. По одной из версий считается, Что первыми окрашивать деревянную посуду под золото Начали старообрядцы, Которые проживали в лесном заволжье, И хохломская роспись, как промысел, Зародилась именно у них. Изготавливали хохломскую посуду также при монастырях. Эта посуда предназначалась для царского двора. А после открытия в 1916 году Специальной художественной школы в городе Семенове Ее выпускники организовали небольшую артель, Которая впоследствии стала крупным производством деревянных изделий С необычайно красивой росписью. А город с тех пор считается столицей золотой хохломы. Своё название роспись получила от села Хохлома, Где сбывали готовый товар. Благодаря Нижегородской ярмарке Хохломские изделия завоевали большую популярность И разошлись по всей России, Даже попали в Азию и Западную Европу. Хохломской росписью покрывают ложки, чашки, стаканы, блюда И другие предметы быта. Сначала из просушенной древесины липы, осины или берёзы На токарном станке мастера делают заготовку. Затем на неё наносят грунт из глины, А после высыхания наносят несколько слоёв олифы. После его высыхания приступают к лужению, То есть втиранию в заготовку тонкого слоя алюминия. Далее снова наносят слой олифы и обжигают. Серебристый цвет алюминия под слоем масла Превращается при высокой температуре в золотой. Такая обработка в печи позволяла создавать изделия, Которые не портились от горячей пищи. Говорят, что если есть настоящей хохломской ложкой, Никогда не обожжёшься. Минеральными масляными красками, Тонкой беличьей кистью Художник наносит на изделие рисунок. Мотивы рисунков художникам подсказывает сама природа. Существует две разновидности росписи – Верховая и фоновая. В первом случае художник пишет После обжига слоя алюминия и олифы. На золотую поверхность волнистыми линиями Ложатся стебельки и травинки. Это травный орнамент. Собираясь вместе, линии образуют подобие костиков. Если кроме травки мастер добавляет листья, ягоды, То такая роспись называется под листок или под ягодку. Основные краски хохломы – красная и чёрная. Также используют в небольшом количестве зелёный, Жёлтый, коричневый цвета. В конце покрывают слоем лака и прокаливают в печи. Посмотрите на ковш в виде петуха. Он покрыт верховой росписью по золотому фону с травным рисунком. А на поставце можно увидеть не только травинки, Но и крупные листья и ягоды. Что это за ягоды? Часто художники изображали смородину, крыжовник, малину, землянику. Второй вид росписи – фоновый. Он сложнее, требует ещё более точных и тонких движений кисти. Художник наносит предварительный рисунок сразу на алюминиевый фон, Который потом закрашивается красным или чёрным цветом. Оставленные серебристые части рисунка после обжига станут золотыми. В технике фоновой росписи, как правило, создают рисунок кудрины, В котором крупные сказочные листья и цветы вьются, изгибаются, Заполняя с собой почти всю поверхность изделия. Как красиво смотрятся на чёрном фоне золотые листья и красные ягоды смородины. Зелёные листочки и маленькие жёлтые цветочки дополняют нарядную роспись. Начиная с 19 века, одним из самых узнаваемых и популярных товаров была хохломская ложка. На её изготовление мастера тратили не более 15 минут. Самая большая ложка в мире, расписанная под хохламу, Находится в музее при фабрике хохламы в Семёнове. И имеет длину 2 метра 67 сантиметров. Кстати, по древним поверьям, ложка – это символ мужского и женского начала. Мужская половина – это ручка, держава, а плоская часть – это женское начало. И по древним правилам они должны быть неразлучными. Значит, должны быть сделаны из одного куска дерева. В старые времена было положено дарить молодожёнам именно такие ложки – знак того, что брак будет крепким и долгим. Хохламская роспись существует уже более 300 лет. Сегодня, как и в прежние времена, она притягивает внимание яркостью и насыщенностью красок, красотой и разнообразием льдений, точной передачей всем знакомых ягод и листьев. Промысел продолжает своё существование. На фабрике в Семёнове производят не только посуду, но и сувениры, предметы интерьера, мебель. Каждый, кто хоть раз видел живую хохламскую роспись, не перестаёт удивляться русским мастерам, ведь этот вид народного искусства в полной мере отражает и передаёт дух традиционной русской культуры. Редактор субтитров А.Семкин